Террамобил дарит вам возможность купить автомобиль Рено по очень выгодной цене. Еще недавно вот этот раритет 93-го года выпуска выезжал на неотложные вызовы наравне с остальными каретами скорой помощи. Своего железного коня Александр Диденко поддерживал на ходу до последнего. Прогнили уже, тут же крыло идет, под крылом прогнило. Залез фельдшер, нога провалилась. Ну, листами заделали, на саморезы все, сейчас как новое. Сейчас у водителя почти 40-летним стажем хлопот стало меньше. На смену старенькому УАЗу пришел новый. С более мощным двигателем, кондиционером внутри салона, а главное целый. Рад Александр Диденко и тому факту, что не пришлось менять проверенную марку. На наших дорогах без вездехода никуда. Везде проедет, габариты меньше, по дворам легче можно проехать, между машинами. По районам сейчас дорог в деревнях толком нет, снег, летом грязь, так что УАЗик практичный. УАЗики нужны все равно. Карманово, там деревня Чешмана горе, там туда такая газель не проедет, не погодит. А УАЗик универсальная машина. К тому же, в отличие от предшественника, этот автомобиль полностью комплектован изнутри. Здесь все необходимое для транспортировки больного, оказания ему первой помощи и даже реанимации. В этом автомобиле можно вводить лекарства внутривенно. Тут есть даже штативы. Вот сюда крепятся растворы для инфузии любые абсолютно, куда можно что-то добавлять в эти растворы. И сразу же инфузионно подавать лекарства внутривенно. Ежедневно перед началом смены фельдшер проверяет укомплектованность автомобиля, исправность оборудования, стерильность материалов и даже правильность расположения шин в сумке. В состав автомобиля входит вот эта вот сумка с набором шин для детей, взрослых, любых конечностей, рук, ног. Тут они выложены по порядку и по размеру. Всего в наше отделение скорой помощи поступило три таких УАЗа. Один остается в самом городе, второй направляется в Амзю, последний пока проходит стадию оформления. После этого, скорее всего, направится на службу в село Энергетик. Однако полностью проблему тремя машинами не решишь. Даже с приходом новой техники изношенность автопарка составляет 71%. Далее Бурова, Альшат Исламов. Время новостей.